Здравствуйте, дорогие друзья! Представитель Пентагона сообщил СНН, что американская авиация нанесла удар по зданию в Масуле, в котором, по данным исламское государство, держало миллионы-миллионы долларов. Это считается как переворотная точка в борьбе с террором. Две бомбы, каждая весом 900 килограмм, упали в жилом районе и уничтожили это здание. Вот такие новости. Оптимистические. Тут они говорят, что готовы были, чтобы погибло 50 гражданских лиц, даже было установлено, чтобы только уничтожить это здание. Так американцы считают. Это интересно. Ну, погибло 5-7 гражданских лиц. Ага. Да, вот так вот. То есть это... Спокойно. Здание находилось прямо в центре живого района. Ну, это коронный номер этой программы. То же самое Хизбалла и Хамас так же работает. Нет, ну, тут начинается новая заваруха между шиитами-суннитами в большем масштабе. Иран против Саудской Авравии и все прочее. Так что... Покоя не будет. Тихо не будет. Вы думаете, что исламское государство можно вот так вот победить? Вот так? В принципе, победить нельзя никак. Мы уже видели в истории. Пружина выскочила. Начиная с древнего Рима, Греция. Рим — это огнем мечом. Греция своей философией и так далее. Все это победить нельзя. Можно только единственное, что это соединиться и сделать так, чтобы затем побежденные тебя не победили. Потому что в истории это всегда получается обратное. Так что тут проблема простая. Деньги придут, борьба будет. Они перенесут борьбу причем в Европу. Конечно, это многие средства. Но есть за этим делом большие люди с идеологией. Которые им помогут. И деньгами, которые им помогут. Да. Я не думаю, что на этом что-то остановится. Я считаю, что если духовный корень этой проблемы не убит, то она все равно будет не в таком, так и в другом виде. В более экономном виде. Прорываться. Все равно будет работать. Ясно. Тогда хотя бы два слова скажите. Какой ее духовный корень? Ее. Объединение во имя завоевания и уничтожения. Это духовный корень исламского государства? Да. А против него должен стоять? Да, должен стоять объединение во имя рождения и развития. Духовного развития. Потому что развиваться тут же в нашем мире эгоистически некуда. Спасибо. Спасибо. Спасибо.